Письма Баламута Законе волнообразного чередования, но говорит об этой теме в контексте использования врагом периодов нашей духовной засухи. Поскольку вы не забываете, что это не просто аскетический трактат, а это трактат, написанный с точки зрения искушающих нас злых духов. Вот, то естественно для них продолжит разговор о том, как можно использовать периоды духовного спада, каким образом можно человека искусить. А для нас это как раз разговор о том, какие искушения бывают с нами, когда мы переживаем период духовного спада. Конечно, в прошлый раз мы говорили о том, что вот как здорово, да, мы остались верными Богу, но это у святых так, не у нас. Вот, мы-то как раз делаем совсем иначе. Мы-то ведемся на искушение лукавых духов, и поэтому ищем способы, как и что сделать, когда нам невыносимо с Богом тяжело. Вот, понятно, любому человеку, даже без опыта это понятно, а с опытом так и подавно понятно, что когда у человека период духовного спада, то он чрезвычайно уязвим. Он подавлен, он раздавлен. Самое главное, что ему, любому человеку необходимо получение чего? А? Площения. Хорошо. Положительных эмоций. Человек, это такая скотина, который очень любит положительные эмоции. Вот, никуда от этого не денешься. Ласковое слово и кошке приятно. Вот, мы, собственно, одного с ней роду племени, с кошкой, поэтому ласковое слово и нам тоже приятно. Мы, как и все разумные существа, как и все живые существа, мы очень любим радоваться. Мы очень любим, когда нам хорошо. Вот, поскольку этот мир сотворен Богом, и в момент окончания творения мира Бог сказал, что? Хорошо. 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 Ой, хорошо. Вот, то каждому из нас очень хочется, чтобы нам было хорошо. Вот, тогда мы вот очень счастливы, когда нам хорошо. Список наш, из которого складывается хорошо, очень длинный. Вот, очень длинный. На эту тему даже песенка была в позднем Советском Союзе, когда звезда упала на ладошку. Вот, пока он придумал, что ему надо заказать у этой звезды, звезда-то и растает. Вот, потому что, на самом деле, список большой, а главное, весь этот список тупиковый. Потому что, как бы ты не крутился со списком, закончится все разбитым корыто. Вот, никуда ты сверх разбитого корыта не прыгнешь. Потому что голова начинает кружиться, и понимаешь, что бы я еще не попросил. И в конце концов, любого заносит, лучше вернуться к разбитому корыту. И, вот, человеку очень хорошо, когда ему хорошо. Собственно, ничего плохого в этом хорошо нету. Это важно христианину знать, что ничего плохого в этом хорошо нету. То есть, если у вас, например, вас радуют деньги, или машина, или большой сад, или жена, или дети, или картины. Вот, в этом нет ничего плохого. Если вам хорошо, то значит, это хорошо. Потому что, когда человеку хорошо, из этого можем сделать вывод, что с ним Бог. Он, как бы, прикасается к первозначальному замыслу Творца. Вот, когда ему хорошо, когда человек говорит, вот сейчас все хорошо, и чувствует, что все хорошо, это, вообще-то, чаще всего, очень хорошо. Вот, но, понятно, что верующий человек понимает, что, и, может быть, первый, кто об этом написал очень ярко и поэтично, был Блаженный Августин, что человеку по-настоящему хорошо только тогда, когда с ним Бог. Вот, пока с ним Бога не будет, ему все нехорошо, даже если он живет в Золотом Дворце, и ездит на какой-нибудь Бугатте, все будет нехорошо. Вот, только с Богом человеку хорошо. И, вот, когда с нами пребывает Бог, то нам хорошо. Не важно, что у нас красная икра на сегодня, или черная, черный хлеб, или белый. Не важно, у нас сегодня Доширак, или Роллтон. Вот, совершенно без разницы. Когда человеку по-настоящему хорошо, он не обращает внимания на такие неважные мелочи. Он, ему хорошо. Ему дали какие-нибудь там сухари с хлебом. Вот, приходит человек на Афон, входит в какой-нибудь монастырь, ему там дают грамм 30 кофе, вот, какую-то сладость, называемую лукум, которую в нормальном состоянии русский человек не ест. Вот, хоть ты что с ним сделал? Он ест только на Афоне. Вот, с радостью. То есть, вообще-то ест, когда в Турцию приезжает, или в Египет, куда деваться-то, если что-то надо. А вот, с радостью он ест это только на Афоне. И вот дают ему, наливают 30 грамм этого кофе, грамм 30 анисовой водки, которую тоже в обычном состоянии человек не пьет никогда. Вообще, в принципе. Дают этот самый лукум. И он понимает, что вот оно. Счастье. Счастье. Вот теперь все хорошо. Никуда я не хочу идти. Телефон отключается или разрядился, пока дошел до этого монастыря. Сидит человек мирный, радостный, довольный. Ничто его не беспокоит. Ни стоптанные ботинки, ни пыльные там штаны, ни взмокшая рубаха. Но он понимает, что все сейчас хорошо. Он может посидеть час, может посидеть полтора. Он может задремать. Или не задремать. Но он понимает, ну все хорошо. Зачем еще куда-то двигаться, когда все хорошо. Вот. Когда пытаются, не многие рассказывали, когда пытаешься то же самое сделать дома, вот, приезжаешь домой, привозишь оттуда Анисовую водку, завариваешь кофе, достаешь привезенный оттуда рахат лукум, делаешь то же самое, нехорошо, а? Вот нехорошо. Вот. Чтобы хорошо, даже литр этой водки не помогает. Все равно нехорошо. Вот. Ну никак не может быть хорошо, потому что, ну если нехорошо, так что ты сделаешь? Вот. Оказывается, дело не в кофе, и не в водке, и не в лукуме, а в том, что тебя обнимает Бог, и ты это чувствуешь, и тебе действительно хорошо. Вот. Когда нас обнимает Бог, нам хорошо, мы ни на что не заморачиваемся. Мы, дети, там, просят почитать какие-то книги, или смотрят какие-то фильмы, играют в какие-то игры, а тебе хорошо. Ты говоришь мирно, там, выключи эту игру, пожалуйста, давай лучше посмотрим с тобой, ну что бы там, простоквашу. И ребенок легко переключается на простоквашу, но вы сидите с ним, обнявшись, смотрите простоквашу, ну понимаете, хорошо. Хорошо. Вот. И потому что ты с Богом. И запомните это ощущение. Оно вам очень нужно. Потому что, когда вам хорошо, вы думаете, что хорошо теперь будет всегда. Я теперь верующий человек. Нет, это может кончиться через секунду. Может кончиться через 10 лет. однозначно только одно. Но это кончится. Как это, да? Пройдет. Пройдет. Вот. И вам, когда это пройдет, нужно очень хорошо помнить, что это было, и это было хорошо, и в этом хорошо с нами был Бог. Вот. Поэтому нам и было на самом деле хорошо. Не потому, что у нас сын, не потому, что у нас дочь, не потому, что у нас жена или муж, а потому, что с нами Бог. И когда через полдня стало нехорошо, когда я разругался вдрых со своим сыном или со своей женой, когда я напился или объелся, когда все мне не нравится и все мне раздражает, я должен понять, что дело не в новостях, и не в жене, и не в сыне, и не в эпохе, и не в соседях. Дело в том, что отошел Бог. Я сделал что-то не так, или это просто нужно потерпеть, но отошел Бог. Надо, чтобы Он вернулся. Пока Он не вернется, все будет не так. Надо, чтобы Он вернулся. Тогда снова будет хорошо. Надо сделать то, что способствует Его возвращению. И тогда снова станет хорошо. И человек ищет этого самого рецепта, этого пути, чтобы Бог вернулся и стало хорошо. Опытный человек знает это. И он, когда потерялась благодать, он не обращает внимания ни на что, он ищет ответ нам вопрос, сущностный вопрос. Что я сделал? Почему Бог отошел? Он начинает молиться, начинает каяться, он понимает, что хорошо это, когда Бог, нехорошо, когда Бога нет, а все остальное, это всего лишь свойства этого самого нехорошего. Вот. И он начинает молиться, и, а, о, когда я сидел, обнявшись с сыном, и смотрел Простоквашино, я сказал, какие идиоты, мои соседи, что Простоквашино не смотрят. А слушает, какой-то дребедень, слышал у них там, это самое, через стенку звучит. И сразу хорошо ушло. Вот в чем дело. Каюсь, плачу, прошу прощения, что Бог меня простил, я осудил, я превознесся. Вот. И Бог быстро возвращается, я теперь осторожнее слежу за своими мыслями. Все нормально, или в чем-то другом. Вот причина. Но опытный человек ищет эту причину, почему Бог отошел. Все обыскал, все причинно, копнул до третьего дня, ничего такого он не сказал. Ага. Значит, Бог отошел, потому что так надо. Я должен потерпеть. И человек начинает терпеть, понимая, что пришло время, вот то самое, что в конце восьмого письма говорил Льюис. Надо пожить с Богом, не только тогда, когда радостно и приятно, но и тогда, когда нерадостно и неприятно. Вот. Но в любом случае, это все опыт. А письма написаны по отношению к человеку неопытному. Он позавчера уверовал. Это мы с вами письма читаем полгода. А вообще-то по режиму книги, он позавчера уверовал. Ну, не позавчера, три дня назад. Вот. Он еще, понятно, совершенно человек неопытный. А неопытный человек, он не знает ничего подобных всех вещей. И поэтому, когда ему делается плохо, он начинает сначала вот искать там, где хорошо. Он начинает по-прежнему делать вещи, которые раньше приносили ему радость. Вот мне хорошо было в храме, пойду в храм, прихожу, нет, не радостно. Иконы не цветут, хор поет ужасно, запахи отвратительные. Какая-то бабка с метлой бегает, наперевес всех гоняет. Пол грязный, кругом пролито масло, какая-то вонь, копоть, вот, этот, паникодила сломанная посреди храма лежит. Вот. Все как-то, ну, ненормально, в общем. Не радует. Ну, ладно, думаю. Пойду к брату. Всегда с ним так хорошо сидели, о Боге разговаривали. Прихожу, вот, смотрю, нет, какой-то он не такой, весь восторженный, эмоционально возбужденный. Только о Христе говорит. Я ему говорю, давайте что-нибудь в другом поговорим, так о чем говорить только. А, короче, неинтересно с ним, все постное, надоело уже это постное. Включил в Алламские напевы какие-то, говорит, эта музыка какая-то прям необыкновенная, как будто с ангелами, помню, обыкновенные мужики, мычат, что-то себе под нос, вот, не вставляют никак вообще. Короче, посидел, посидел скучно, тоскливо, однообразно, ушел. Вот, ну, ладно, думаю, пойду, очень-очень хороший Акафис есть, хороший, прям, чудесный, слава Богу за все. Всегда помогал, всегда, вот всегда, беру Акафис, как дурак, слава Богу, слава Богу, залаяла. Ну, что это такое? Да, что слава Богу-то? Плохо мне, какое слава Богу-то? Ничего, не дочитал, бросил, и это не помогает. Вот, то есть, я предварительно попробовал все то, что мне приносило радость с Богом, и оно не приносит радость. А я не могу без радости. Я еще не привыкший, я еще Льюиса не прочитал, я еще Силуана Афонского, продержи ум своего, не прочитал. Это еще когда прочитал? Я еще Житие Святого Антония, написанное Афанасием Великим, не прочитал. Я Серафима Саровского, знать не знаю, кто такой. Вот, вообще ничего, то постную треот в глаза не видывал никогда. Вообще, по-церковно-славянски, не разумею, ни бельмес вообще никак. Вот, и я не опытный. С опытным такие номера не пройдут. А не опытный. Что делать? Ничего не вызывает радость. А без радости я не могу. И я привык радоваться. Я как кошка. Ну, ладно, звоню духовнику. Говорю, батюшка, скажите что-нибудь доброе. Ты молитву Ефрема Сирина сегодня читал? Нет. Вот, а прочитал бы, таких вопросов глупых не задавал. Там все доброе тебе есть. Понял, батюшка. Думал, хоть утешит, похвалит как-то. Не дождешься от него. Молитвы, все с поклонами. И поклоны. Если я стану, я обратно уже на поклон, то я уже не поднимусь с них. Вот так и буду там лежать и мучать. Что делать-то? Вот. Никакой радости. Небо молчит. Пост. Хоть бы телевизор включил, боевичок посмотрел бы. Нет, пост нельзя. Что делать-то, а? Ну, что делать-то? Вот, душа разрывается. И тут, вот этот вот на, рисуемый на копытах, на самом деле, конечно, без копыт, вот, но рисуемый на копытах, он-то как раз тут и подлезает. Говорит, а ты это самое, вот, сделай что-нибудь. Вот. Ну, иди мясо, шашлыки приготовь. Вина выпей. Вот. Потому что унывать это грех. Нельзя унывать. Иди и выпей вина. А что бы не выпить? Пойду и выпью. Не пробуйте. Это как в рекламе, да? Не советы повторять. Вот. Это советы не мои, это советы этого рогатого. Как его там поистину называл. Тан-тан-тан-галашки, вот. Вот. Это не слушайте. Потому что радости не прибавит. Хорошо не будет. Если бы вы, допустим, допустим, такое бывает, потому что не случайно, скажем, даже монахам, великим постом предписываются дни, когда они должны выпить вина. Вот. Именно тогда, когда предписывается, а не тогда, когда им в голову взбрело. То есть, в самом-то вине нет ничего плохого. Но когда оно действительно от Бога, тогда ты выпил и хорошо. А вы не от Бога. Вы думаете, а выпью, потому что вам сказал не Бог, иди и выпей вина. А сказал рогатый, иди и выпей. Вы выпили, думают, ну стакан небольшой вина сухого. Получилось три к гору. Вот. Радости ноль, тоска еще больше. Никаким образом вы не утешились. Вы сидите и понимаете, что стало еще хуже. А с утра еще и на работу. Понимаете? А молиться уже не могу, да и не хочу. Такие мысли лежат в голову. Вообще даже страшно озвучивают перед камерой. Не буду никого смущать. А такие страшные мысли, такие соблазны плохо стал. Если бы стало хорошо, значит это было сделано по воле Божией хорошо. А если после этого стало еще хуже, значит Бога там нет. Но думаешь, так это потому, что мало. Мало. Я завтра куплю лучший когор и выпью больше его и станет хорошо. И лучше куплю коньяк. Ну и вот когор достал у меня церковное вино. Лучше куплю водки. И не анисовый, а совсем другой какой-нибудь. А хорошо не станет. А я гонюсь, я хочу поймать вот это. Ну когда-то же должно стать хорошо. я ж помню в компании с друзьями сидел стопку выпьешь другую и хорошо. Тут уже пятую пью и нехорошо. Ключевое это что? А там была компания. Там было с Богом все и по воле Божьей. Там был пир, там была радость, там был повод и там были друзья. А здесь ты один. Пьешь в самом прямом смысле слова горькую. Никакой радости у тебя не будет. Тут в этом письме Льюис подчеркивает, мы об этом чуть позже поговорим, что лукавый именно это и советует. Ты выпей один, один. Компания это общение. А говорит, нет, компания нет. Нет, пост, какая компания? Я лучше втихушечку сам один, никого не соблазняю. Верный признак, что это он с рогами лезет в мою жизнь. Нет, надо позвать друзей, позвать, слушайте, мне плохо. Плохо мне. Я видеть никого из вас не хочу, поэтому приходите. приходите, потому что если вы не придете сегодня, через неделю уже лучше не приходите. Потому что я такое на вас надумаю за это время. Нет, вам смешно, а это же опыт, сын ошибок трудных. Вот, я был в монастыре с Нитогорском и так давно, под Псковом. Они на Рождество как раз на эту тему поставили спектакль кукольный, замечательный шедевр на церковно-славянском языке монахини для монахинь. Это не для общего обзора. Вот как раз на эту тему. Как медвежонок пошел утешать Иа, находящегося в глубоком унынии. Вот. И как это надо делать правильно. Понимаете? Но это именно так. То есть, если я знаю, что брат мой в скорби, надо прийти и утешить, и вовсе не обязательно нести с собой бутылку. Вовсе не обязательно. Надо просто прийти и сказать то самое недостающее ласковое слово. Просто посмотреть в глаза. Просто приготовить что-то вкусненькое. Пусть и постное, но вкусное. То, что любит. И он, видя, что он любим, что его помнят, что им дорожат, о нем заботятся, его уныние уходят. Хотя бы лукавый стоял и здесь, хотя бы и караулил его, хотя бы сухости не кончилось, но она наполнилась любовью братьев. они эту пустыню засадили своей любовью. Так люди и утешались раньше. Да, когда знали, что кто-то в скорби, надо прийти и утешить. Общение не нравоучением, а общением. Как говорил апостол Павел, верой общей твоей и моей. тебе сегодня плохо, а мне вчера было плохо. И ко мне никто не пришел, но я знаю, как я хотел, чтобы пришел ты. Тебе сегодня плохо, поэтому собрался, иду к тебе. И придя к тебе, действительно, уныние вдруг прошло, ты понимаешь, что добро, и что красно, но ежи жить и братья и вкупе. Понимаете, это псалом такой есть. Вот 132. О том, что хорошо, когда братья живут вместе, это как благодать святого духа, сходящее, рашающее все. И хорошо, когда есть друг, который к вам придет, когда вам плохо, который придет и обнимет, и просто будет сидеть не упрекать, не учить, не пинать на молитву, давай вместе прочитаем молитву Ефрема Сирина, а просто обнимет тебя по-человечески, споет тебе что-нибудь задушевное, или расскажет, или накормит, или просто обнимет, пойдем погуляем. Слушай, мы с тобой уже не гуляли две тысячи раз, лет. Пойдем погуляем. весна как раз. Пойдем. И вышли, понимая, что все не так плохо. Об этом говорит книга Экклезиас, например, еще. Там есть такие слова, что если один человек идет, это плохо, ибо если он упадет, кто его поднимет? Если он замерзнет, кто его согреет? Одвоем. Хорошо. Вот. И поэтому хорошо, когда у вас есть друг, потому что это ослабевает деятельность рогатого, лукавого. Но если нету, то естественно, он начинает в период уныния, в период сухости, он начинает призывать нас к удовольствию. Еда, вино, или как тут говорит, лью, нет, как тут говорит переводчик, пол. Я не буду говорить, как это звучит в подлиннике. Вот, все, наверное, понимают. Вот, переводчик целомудренно написал пол. человек хочет утешиться, хочет получить радость. И здесь очень важно понимать, что есть радость законная, а есть радость незаконная. Любая радость законная, если она вовремя по его воле. Если она не по его воле, то даже разрешенная радость, как запретный плод, например, он же запретный не по существу своего вреда, а просто до времени запретный. Сам-то по себе Бог ничего плохого не насадить не мог. Просто не сейчас надо было его есть, не по воле сатаны, а по воле Божией съел бы ты этот плод, и тебе было бы хорошо. Вот, и враг начинает нам предлагать вещи, в общем-то, хорошие, и еда, и вино, и утешение, связанные с полом, они хороши сами по себе, но только тогда, когда человек вкушает их по воле Божьей, а не по воле лукавого врага. и человек как бы пытается украсть, добиться радости за счет употребления естественных радостных вещей. Ну, скажем, еды. Что плохого в мясе, например? Ну, что плохого? Ничего. Можно же ее есть, скажем, в пасхальную седмицу? Можно. Или яйцо? Можно. Она хороша. Но он предлагает, чтобы я это вкусил по своей воле, по своей прихоти, по своей похоти. Сделай сам, вкуси, съешь, не жди, когда тебе дадут, не жди, когда Бог над тобой жалится. Сейчас вкушай, сейчас ешь, не жди. И человек, поскольку ему плохо, он начинает вкушать то, что предлагает ему враг. Но поскольку он вкушает это по воле лукавого духа, радости это не приносит. Хорошо не делается. Он-то думал, сейчас выпью, и будет хорошо, не будет. Сейчас съем мясо, и будет хорошо, не будет. Сейчас там утешусь с женой, и будет хорошо, не будет. Потому что ты сделал это по своей воле, а не по благословению Божьему. Вот такие вещи. И лукавство врага именно в том, что он легко может манипулировать нашим сознанием, говоря, что ничего плохого в том, что я тебе предлагаю, нет. Съешь, выпей, вкуси это, но по моей вражьей воле. И когда мы вкусив, понимаем, что мы хорошо не получили, мы должны быть мудрыми, хотя сколько лет пойдет, пока он помудреет, мудрыми, чтобы понять, если хорошо не стало, значит, я послушался врага, и так больше делать нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!